Здравствуйте, уважаемые зрители! Если вы не знаете, чем себя занять, так как прошли все игровые новинки последних дней, то обратите внимание на парочку демо-версий. Уже сейчас для вас доступна демо-версия ПК-эксклюзива Hard Reset от польских разработчиков. А если вы вдруг соскучились по прыжкам с крыши на крышу и у вас имеется PlayStation 3, то можете попробовать бета-версию мультиплеера Assassin's Creed Revelations. Но неважно, есть ли у вас консоль или только ПК. GamesBlender, как всегда, работает для каждого из вас. Самые интересные новости игровой индустрии в 22-м выпуске еженедельного видеодайджеста GamesBlender. Сегодня в выпуске. Современной войне, современный Xbox. Max Payne из промозглого Нью-Йорка в солнечную Бразилию. Еще больше Deus Ex Путевка в Vice City как подарок на Рождество 2.0 в пользу Ведьмака Rockstar объявила дату выхода продолжения Max Payne. В марте 2012 года на ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 любой желающий сможет узнать, что заставило Макса променять свою кожаную курточку на майку без рукавку, а прекрасную шевелюру на светящуюся лысину. Официальный пресс-релиз Rockstar гласит, что игра сможет удовлетворить потребности как старых фанатов первых игр серии, так и новичков. По сюжету игры Макса занесет в Сан-Пауло, где он, работая телохранителем, будет защищать заказчика от разных криминальных элементов. Призраки прошлого Макса и тесная связь с событиями предыдущих частей прилагается. Впервые в серии в третьей части будет мультиплеер. Rockstar обещает кастомизацию персонажа, прокачку и кланы. Помимо этого сообщается, что на мобильных устройствах в ближайшем будущем появится HD-версия первой части игры Max Payne. Но что это будет за устройства и когда их обладателям стоит ожидать пришествия классической игры, пока неизвестно. Electronic Arts любит, когда ее хвалят, но еще больше она любит похвалиться сама. Недавно компания рассказала, что количество предзаказов Battlefield 3 достигло отметки 1 миллион 250 тысяч копий. Эта цифра в 10 раз превышает количество предзаказов Battlefield Bad Company 2. EA выражает уверенность, что это не последняя победа Battlefield 3 над Bad Company 2. Электроники ожидают, что третья часть Battlefield 3 превзойдет плохую кампанию и по количеству проданных копий в первый месяц релиза. Напомним, что это 2,3 миллиона. А также по суммарному тиражу, а это уже более 9 миллионов копий. Что ж, пожелаем им удачи! На мероприятии Call of Duty XP был представлен новый бандл Xbox 360. Те, кто еще не обзавелся Xbox и хочет, чтобы его новая покупка выглядела как потертый металлический ящик, случайно сохранившийся при взрыве гранаты, обязательно должны обратить на него внимание. Бандл посвящен грядущему хиту Activision, Call of Duty, Modern Warfare 3. У консоли будет жесткий диск размером в 320 гигабайт, два одинаковых по стилю контроллера и Bluetooth гарнитура. Кроме того, приставка отличается озвучкой включения-выключения консоли и открытия-закрытия лотка DVD. Например, при включении приставки игрока встретит звук прибора ночного видения. И главное, в комплект, конечно же, входит копия игры и бонус в доступ к лайфу в течение одного месяца. Все вышеперечисленное удовольствие будет стоить 400 долларов. А вы готовы к современной войне? Если вы считаете себя поклонником аниме, но никогда не слышали об игре Нино Куни, задумайтесь, о поклонник ли вы вовсе. Студия Level 5 продемонстрировала трейлер PlayStation 3 версии игры, дизайн уровней которой был разработан великолепной аниме-студии Гхибли. Полутораминутный трейлер Нино Куни с потрясающе красивыми локациями и воодушевляющим на подвиге саундтреком захочется пересматривать даже тем, кто аниме на дух не переносит. Deus Ex Human Revolution, покоривший сердца миллионов геймеров, в ближайшее время порадует своих фанатов в первом DLC. Дополнение под названием The Missing Link появится в следующем месяце и расскажет, что происходило с Адамом Дженсеном, когда он по сюжету игры неожиданно исчез на три дня. Где он был? Что он нашел? И сколько новых вентиляций он исследовал? DLC обещает ответить на эти вопросы. Square Enix гарантирует новые локации, новых персонажей и возможность перераспределить очки Praxis, которые, возможно, были бесполезно потрачены. В России компания Новый Диск пообещала, что все желающие слышать Deus Ex на языке Толстого и Пушкина обязательно останутся довольны. Переведенная версия будет доступна в Xbox Marketplace, PSN и Steam. Русские ребята с очумелыми ручками заставили встрепенуться всех поклонников GTA Vice City. К Рождеству они обещают мод, который позволит Vice City выглядеть так же красиво и современно, как GTA 4. На YouTube-канале пользователя Mr.Diglas, на котором разработчики выкладывают свои ролики, все желающие могут посмотреть, как красиво выглядит Vice City вода и освещение и как к своему обновлению Раттоми Версетти. Если вы очень хотите написать музыкальную тему для компьютерной игры, то будьте готовы к сложностям и приключениям. О них недавно рассказал барабанщик легендарной британской панк-группы The Damn Net. Именно они написали заглавную композицию к недавно вышедшей игре The Shadow of The Damn Net. Изначально разработчики хотели слышать в игре старой хит-группы Love Son, но в итоге ребятам из The Damn Net пришлось написать новую композицию. О том, как это было, как в The Damn Net сотрудничали с Акиро Ямаоко на расстоянии тысяч километров, что им пришлось пережить работой над музыкальной темой, поведал барабанщик группы Pinch. Как бы то ни было, хорошо, что ребята справились, ведь результат их трудов заслуживает оценки. отлично. Субтитры создавал DimaTorzok ESRB в который раз сдает разработчиков, докладывая о присвоении той или иной еще не анонсированной игре, возрастного рейтинга. На сей раз ESRB рассказала, что первые три части Devil May Cry появятся на PlayStation 3 и Xbox 360 с рейтингом M. Официального подтверждения этой информации еще не было, но вряд ли кто-то будет удивлен, если Capcom захочет заработать перед перезагрузкой Devil May Cry. Guardian Heroes получила окончательную дату релиза в Xbox Live Arcade 12 октября. Игра будет стоить 10 долларов или 800 Microsoft Points. Ожидание игры можно скрасить просмотром нового трейлера. Пользователи Xbox уже насладились игрой FromDust, то же самое с разной степенью успеха сделали и ПК-геймеры. Теперь FromDust собирается посетить последнюю большую платформу – PlayStation 3. Счастливые европейцы получат возможность скачать FromDust с помощью PSN уже 14 сентября, а вот жителям Америки придется подождать до 27-го. Очень популярное ныне явление в компьютерных играх «Игра Плюс» не обошла стороной грядущей Batman Arkham City. «Игра Плюс» – это возможность начать повторное прохождение игры с найденными гаджетами и прочими открытиями, сделанными во время первого прохождения. Противники станут чуть злее, боссы чуть сложнее, но при этом и у вашего бетса сохранится весь опыт. Модераторы Xbox Live очень любят банить пользователей за их прегрешение. Теперь у модераторов появилась еще одна причина для совершения правосудия над пользователем – кража. Microsoft на форуме Xbox пригрозила, что она ищет пользователей, которые нелегальным способом смогли получить доступ к скачиваемому контенту. Если компания их найдет, то провинившиеся получат бан с официальной формулировкой «За жестокое нарушение пользовательского соглашения». Глобальное обновление для Ведьмака 2 ожидается 29 сентября, об этом сообщили CD Projekt. Бесплатное обновление будет включать в себя множество технических исправлений, новые игровые режимы и дополнения к игре. Игроки, которым Ведьмак 2 показался легким даже на самом высоком уровне сложности, смогут испытать новые ощущения на уровне сложности «Темная сторона». Он схож с безумным уровнем в оригинальной игре, но при этом «Темная сторона» позволит сохраняться. В игру добавят новый режим «Арена», где Геральт будет колотить разных созданий и зарабатывать на этом деньги и опыт. Также в игре будет переработанный обучающий режим, который более доступно расскажет об особенностях управления. Журналисты 3D News порадовали своих читателей превью двух очень ожидаемых игр. Вас ожидает рассказ о возвращении лысого киллера с кодовым именем 47-й и знакомство с новым образом расхитительницы гробниц. Читайте на страницах портала 3D News превью Hitman 5 и перезапуска Лары Крофт. Как всегда, в конце выпуска календарь GamesBlender расскажет, во что поиграть на этой неделе. Если вы каким-то непостижимым образом прошли все игры, выпущенные на прошлой неделе для ПК и Xbox, то, к сожалению, мы не сможем вас порадовать. Самые интересные релизы на этой неделе ожидаются лишь на PlayStation 3. В частности, 13 сентября выйдет сборник God of War Origins, состоящий из двух HD-версий игры серии God of War, выходивших на PSP. Те, кто не любит рубить противников в капусту, смогут насладиться новым паком для LittleBigPlanet 2, в который войдут 14 уровней и куча разных материалов и объектов для игры. Пак ожидается 14 сентября. А на этом все. С вами был еженедельный игровой видеодайджест GamesBlender. Ждем ваших комментариев, отзывов и предложений. Оставайтесь с нами. Дальше только лучше и интересней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин